Теперь вся информация об изделиях, которые содержат в себе продукцию мясного происхождения, будет храниться в одной единой системе. Например, об этих пельменях, начиная от даты, когда производитель получил мясо, заканчивая датой поступления в магазин. Также можно будет узнать срок годности состав, соответствия ветеринарным нормам и местопроизводства. В нашем регионе этой компьютерной программы под названием «Меркурий» пользуются всего 10 предприятий. По своему производителю работать в ней достаточно комфортно. Несколько простых действий можно создать заявку и отправить ее специалистам ветнодзора. Если все в порядке, продукция идет дальше в работу. Таким образом, она проходит электронную ветеринарную сертификацию. При внесении определенных данных в систему, при формировании документов на отгружаемую продукцию, ветеринарный сертификат будет оформляться автоматически. Вот это принцип системы. Бесплатно, доступно. Когда была у нас не внедрена электронная сертификация, у нас порядка 57 тысяч, по-моему, миллионов, вернее, бланков, только бланков печатались. А это достаточно дорогостоящие бланки. Они имеют несколько степеней защиты, но все-таки они не гарантируют безопасность продукции. Главная задача новой системы – исключить из оборота фальсификат. Программа поможет контролировать оборот сырья и тем самым найти тех, кто из него делает некачественные продукты. Я совершенно точно знаю, есть примеры, когда предприятие покупает, например, сырья 10 тонн, а продукции производит 25. То есть еще 15 где берут? И под каким названием выпускают? Если говорить, например, про молоко, то есть они же выпускают молока 25 тонн, но 15-то тонн, по сути, это молочный продукт. Тогда он должен и называться. Доступ к программе будет и у торговых точек. При получении товара от поставщика магазин должен проверить наличие электронного ветеринарного сертификата. Если его нет, то выставлять продукцию на прилавке запрещено. Штраф варьируется от 300 до 500 тысяч рублей. Также предприниматель должен помечать, если списывать продукцию по сроку годности. Любое движение данной продукции, согласно закону, необходимо будет транслировать. Есть иная система общая, по аналогии системы ЕГАИС, то, что в алкогольной продукции, есть система Меркурий, есть еще другие системы. Но Меркурий такая самая, скажем, ходовая и более знакомая людям, где, соответственно, будет отображаться, согласно интернерному документу, видно будет весь ход конкретно каждой продукции. Пока система работает в тестовом режиме, с 1 января 2018 года ей будут пользоваться сельхозпроизводители и предприниматели, которые занимаются переработкой и продажей продуктов. Екатерина Погорева, Денис Сыров, Новости.